крокодил обезьяна чё как вас парни получается французский обладили какашками ежика будем потенцию увеличить вот мы бумако мали все завтракают как завтрак ребята как же не так же как завтрак жопе мира отчет тарелка пустая смотрю вкусно вот такой завтрак ребята но мы едим первый раз за полтора суток точно поедем делать получать визы буркина фасо и смотреть не угнали ли у нас тачки не расстреляли ли их ночью может получится мерсу продать нашего красавчик здесь продадим его в мали что зашли в лавку в нашем отеле смотрим сувениры он здесь такие кинжалы есть конечно не выглядит так себя но в качестве сувенира можно постреть вот такие кольца зубы крокодила продаются кольца вот такие вот выходил так вот с кольцом стыке есть чаще вот такие всякие деревянные мы находимся в городе бамако столицы государства мали когда мы еще не были так близки к алькаэде не говорит выяснилось что здесь есть государственные войска а есть есть про государственные группировки 1 есть 3 экстремистские группировки и правительственные войска то есть пять групп воюющих и мы должны ехать по дороге где все они соприкасаются до конца наш план претерпел некоторые изменения и мы подбираемся сейчас мы сейчас вот здесь находимся а поедем вообще вот сюда с жопу мира я понял вот ну собственно да собственно там где как раз соприкасаются три вооруженные группировки разные меня смущает только радостное выражение лица михаила в этот момент сегодня наше утро начинается того что мы приехали в посольство буркина фасо в мали город бамако сейчас 9 утра на подъем документы на визы и после обеда уже нам должны их выдать мы поедем буркина фасо ребята он стоят заполняют документы кто-то а кто-то курит вот не припарковались вот такое посольство заполняем анкеты на визу буркина фасо все на французском языке но мы стараемся все равно вас парни получается французский владели россия на русский это просто да пробки автобусы такие маршрутки такие такси маршрутки в африке вообще одна краш и другой на одна сторона в другой не хуже заходим музей национальный музей мали расскажи про это место славка это мини копия вот как раз шипастые культуры догонов народности которая проживала и живет на территории республики мали и которые лепят свои храмы из навоза и глины ну да они делаются постройки из соломы навоза вот и почему шипастые такие особенности это все сага не знаю почему я думаю что это просто астоп факт что происходит в общем какие-то на вид каштаны грязные и подозрительные но попробую да конечно да ну давай а чо мясо говорят местный год вкус не тиша розовый а также вкус аидийские камни белую надо все баня не а ты сам укусе кусай Вот я так дурианы пробовал первый раз, такое говно! Вот эти лучшие овешки. Сколько стоит? Сколько? 15? Сколько француз? 15, нет, не 15. 500. Сейчас покупаю, давай я буду держать. Сколько ты... Сейчас не знаю, сколько мне на 500 продаст. Какой огонь? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, еще один. 10 там у тебя. Еще один. Еще один. Давай еще один. Держи. Спасибо большое. Тоже самое? Да, это просто для сексу. Сегодня будет хороший секс у тебя. Это просто ад. Это, говорит, мазать надо. Для чего? Покажи. Короче, съедаешь это, и у тебя в трусах все бомбуют. Понял? Привезу это в Россию. Будем потенцию увеличить. Адская штука, просто адская. Давай, ешь. Тебе сегодня нужен хороший секс. С кем? С тобой? С Мишей живешь. Давай, серьезные выражения лица делай. Поехали. 3, 4, 2, 1. Всем привет, с вами канал Вокруг Света. И я его, ее ведущий, Рязанцев Игорь. Сегодня мы находимся в Бамако. В ее центральной части. Совсем недалеко от центральной мечети. И сейчас мы идем погулять по рынку, по местному. Показать вам колорит этой страны и этой столицы. В общем, вы сейчас все увидите сами. Пойдемте с нами. Вау. Класс. Крокодил. Крокодил. Крокодил, обезьяна. Копыта. Какие-то львы. Все, тебе можешь взять оцелот, мартышки, трокодилы, еноты, короны. Шкуры всякие, да? Все, что хочешь, да. Черепахи, черепаший панцирь. Всякие крысы сушеные. О, это кто? Смотрите. Я даже не знаю, кто это. Всякие крылья, ракушки, ребра. Воняет, конечно, я блювану просто. Вот такой вот рынок продается все для шаманов. Значит, всякие волшебные снадобья, эликсиры. Тела животных сушеные, вареные, пареные, всевозможные. Снадобья. Все продают. Если что-то надо, что-то болит, приходишь сюда и все покупаешь здесь. Слав, у тебя ничего не болит, у тебя спина болит. Тебе нужно две сушеные змеи обвязать как ремень, и у тебя пройдет. И помазать этим какашками ежика. Я бы хотел голову от обезьяны сушить. Она тоже что-то мне должна помочь. Но ее надо это, как амулет сделать, на шею носить. Младшина, монтажка местная. Что, ребят, хотели побывать в Африке? Кто хотел? Пожалуйста, наслаждайтесь. Это еще, я считаю, наиболее чистая уголухая, да? Вот есть куски соли. Прямо можно целых кусок купить. Всякие еще специи другие. Аккуратно 50 тысяч стоит. Почем, Святослав? Кокосики продаю. Почем нынче? Добротные, вкусные, сочные. Почем нынче кокосы? 50 тысяч местных денег за штучку. Давай. Один их ты будешь кушать, да? Ну, правильно. Не, ну я могу, у меня есть прививка от дифтереи. От холеры, правда, нету, но от дифтереи есть. Так, сливаем. Вот он. Все, имеем два чистых кокоса. Видишь, они водно-голеты. Пить ее можно. Учешай себя и моих зрителей. Вкуснотища? Кокосики зачетно. Свежие, мягкие, вкусные. У нас таких носей нет. А молока внутри нет? Мягко. Вот так вот продают одежду, которую передают бедные страны. Красный крест, армия спасения и тому подобные организации. В итоге вся эта одежда оказывается на прилавках рынков. Игорь. Да. Пойдем кинем монетку, чтобы ты обязательно сюда вернулся. Можно обойтись без этого. Нет, это обязательные условия. Вот мы возвращаемся обратно к нашим машинам. Погуляли по Бомаков, точнее по его рынку. Возле Гранд Мечети. Сейчас поедем в посольство Буркина Фасо забирать наши визы. Вообще Бомака относительно чистый город. Практически нет грязи. Не то, что в Конакари. Люди нормально реагируют на съемку. Никто не машет, не ругается. В целом, обычный западно-африканский город. Но города это не то, что надо смотреть в Западную Африку.